всем привет сегодня хочу рассказать какую диету я использую при своем циррозе и язве желудка ну тут лучше конечно обратиться к поисковику набираем диета 5 проходим по ссылке я обычно использую вот этот вот сайт он лучше всего как бы оформлено все понятно сразу общие характеристики диеты режим питания суточный рацион описано бжу что сколько можно в день и сами ингредиенты так напитки что можно что нельзя алкогольные газированные шоколад и все прочее можно про это забыть только соки молоко слабый чай так далее супы но суп у меня вообще добивает ими не наешься майонез добавлять нельзя можно только сметану сметаны уходит целая 400 граммовая банка лично у меня на день почти иногда на 2 охотно какие каши нельзя какие можно вот собственно макароны можно касается мясо тоже все нежижное курятина индейка крольчатина самая из дешевых это конечно курятина индейка стоит в два раза дороже чем говядина ну и крольчатина где-то том же ценовом эквиваленте можно голубцы молочные сосиски рыба ну много чего можно но сочетание всех этих продуктов все получается постное как бы не доедаешь как будто ну и такое прочее если начнете соблюдать ее сразу поймете хлеб в основном не свежий свежий нельзя хлеб второго дня сегодня его выпустили завтра только можно есть желательно черный или из первого сорта молочные кислые продукты творог я постоянно ем кефира вообще не пью что у меня язва ем йогурты разные запеканки творожные сметану десятипроцентно ну не больше хотя какая сейчас сметана что 10 процентов 120 наверно одинаково из овощей много много чего можно в принципе огурцы помидоры ем я хорошо так все готовится в основном на пару в духовке редко что готовится у меня лично можно и в духовке но она как сухое получается везде приходится добавлять сметану больше ничего нельзя фрукты и ягоды тоже можно употреблять но я в основном гранат ем персики и сухофрукты яйца тоже ограничены один два яйца это лучше без желтков значит масло вот читайте что по маслу написано закуски фруктовые салаты но то что можно такой салат есть нельзя и это по вкусу очень 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 не нравится мне вот можем винегрет икра кабачковая это не магазинская а своя потому что магазинской там добавлены перец и разная приправа ее не рекомендуется из соусов молочные соусы и сметанные вот это я вообще не понимаю какие чем молочные соусы может быть кроме сметаны ну вот майонез кетчуп горчицу перец уксус и так далее это вообще нельзя пельмени можно а вот майонез перец к ним нельзя только сметана ну и сладкого тоже как бы рахат луку много конфеты без шоколада так далее вот как долго нужно питаться описано придерживаться диеты 5 недель это если какая смотря стадии цирроза как долго нужно питаться я думаю полгода льгот не меньше нужно питаться придерживаться такой диеты поначалу у меня при этой диете вес нисколько не поднимался сейчас но начал я маленькой поправляться примеры меню есть ну и что тут описано это вообще есть нельзя такая гадость я вам скажу все время хочется кушать вот такой диеты нужно придерживаться примерно в течение полугода год ну и дальше на жирного жирного и копченого острого ничего нельзя если тем более язва вообще мне вот сейчас ничего нельзя копченого и острого мне не видать и шашлыки нельзя и ничего нельзя вот выбирайте сайт себе по вкусу мне нравится вот это все хорошо цветной оформленный но весь вот такой этот нюанс еще на разных сайтах не совпадают характеристики тут допустим можно одно на другом сайте это нельзя но можно другое и вот такая так что выбирайте несколько сайтов читайте творите свои какие-то рецепты из разрешенных продуктов я вот уже много себе придумал чего как бы она более сытно более вкусно и не нарушаю я как бы саму диету держусь в рамках этой диеты вот так соблюдать нужно ее обязательно если хочется прожить подольше вот на этом наверно закончу сегодняшнее видео что скажу о себе о себе скажу что все у меня хорошо восстановился я почти уже ну считая того что ничего нельзя делать ни тяжелого не быстрых каких-то нагрузок только ходьба вот в лесу но и скоро буду велосипед использовать все вчера посетил акцию такую 10 тысяч шагов здоровье потом выставлю это видео как обычный лесной маршрут решил поддержать прошел 7 километров как бы самому заняться есть чем интересно людей было много потом выставили это видео кому интересно может посмотрят на этом все подписывайтесь на вот этот канал ставьте лайки дизлайки кому что нравится кому не нравится всем добра здоровья всем пока